Уважаемые телезрители, традиционно в октябре каждый год в мире, в научном мире происходит достаточно грандиозное событие, это присуждение Нобелевских премий. И, разумеется, наше университетское телевидение не могло пройти мимо всего события, и поэтому мы начинаем цикл передач, посвященных Нобелевским премиям 2020 года. И хотели бы начать с самой гуманитарной премии за литературу 2020 года, присужденной американской поэтессе Луизы Глюк. И в гостях сегодня у нас Бушканет Лея Ефимовна, профессор Института международных отношений, доктор филологических наук. Она сегодня поделится с нами своими вглядами на эту премию и расскажет об этой интересной американской поэтессе. Ну и а с вами, ваш покорный слуга, журналист КФУ Бигбов Альберт. Здравствуйте, Илья Ефимовна. Здравствуйте. Итак, Луиза Глюк, американская поэтесса, родилась в 1943 году. То есть, понятно, что ей сейчас исполняется 77 лет, очень солидный возраст. Первые свои поэтические вещи она начала писать в далеком 1968 году, вышел первый ее сборник Феус Бонн, то есть первенец. И с тех пор она писала, 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 и вплоть до последнего времени. И это было отмечено совершенно большим количеством наград американских, здесь есть и премия библиотеки Конгресса, здесь есть и ее признание различного рода поэтических премиях, конкурсах. Насчитывается около 40 наград, в том числе и пулицерская премия, очень престижная. И, наконец, 8 октября этого года Нобелевский комитет присуждает ей Нобелевской премии в области литературы. Как подчеркнуто в самом объявлении об этой премии, ей премия присуждена, вот зачитаю дословно, за безошибочный поэтический голос, который своей строгой красотой делает индивидуальное существование универсальным. Вот так вот даже поэтически ей вручили эту премию. И, понимаете, Луиза Глюк или Луиза Глик, Глик ее так называют, собственно говоря, в Америке, а Глюк это прижилось и в России. В России слово Глюк имеет такие коннотации, родные русскому уху, и, может быть, это такое бессознательное стремление ее так называть. Будем ее называть или так, или так, большей разницы нет. Дали Ефимову. Я думаю, что просто в России пока не устоялось то, как мы произносим ее фамилию. Конечно, поскольку ее семья происходит из Австро-Венгрии, когда они уезжали когда-то, так сказать, в Америку, то фамилия произносилась, скорее всего, Глюк и имела еврейское происхождение. Но поскольку в Америке устоялось другое произношение этой фамилии через И, то часть россиян произносит через И. Поэтому тут сложно пока говорить. Посмотрим, как устоится. Я даже читал некоторые ее сборники под... у нас в российских переводах как Глюк, а некоторые сборники есть как Глек. То есть, уважаемые телезрители, не пугайтесь, если мы будем говорить и так, и эдак. Если мы сами будем по-разному произносить ее фамилию, если она останется в истории литературы, и если российский читатель продолжит ее интересоваться, то какой-то вариант произнесения фамилии, он закрепится. Пока мы многие первый раз вообще сами услышали эту фамилию, и все колеблются, что делать, Глик, Глюк и так далее. Вы знаете, вы хорошо сказали, что многие первый раз это услышали. Здесь имеется в виду свой какой-то такой замкнутый мирок американский. Она уроженка Нью-Йорка, выросла на Лонг-Айленде. Она всеми корнями провосла именно в эту американскую культуру. Профессор Ельского университета, 40 премий, опять-таки я повторюсь. И вот известность ее в Америке, конечно, там на порядок выше, чем во всем мире. И весь мир, когда узнал это имя, когда 8 октября это прозвучало, весь мир стал задавать вопрос, за что и почему, кто она такая. Действительно, это подхлестнул интерес к ее творчеству. Наши литераторы тоже отличились. Они, даже вот такой уважаемый литератор, как Дмитрий Быков, он даже высказался, ну вот, ну, а чего такого особенного-то она пишет? Ну, Верлибр, ну вот, чего там такого можно? Здесь гораздо более интересные писатели, есть гораздо более, там, какая-то даже наша оппозиционная тусовка, например, топила за Улицкую, чтобы была какая-то там политическая окраска этой премии. И вот мы сейчас видим, что премия вручена, ну, такому чистому поэту, американского разлива, поэтессе, американского разлива, пишущие такие, в общем-то, ну, такие достаточно простые стихи, то есть их нельзя назвать агрессивными, нельзя назвать там что-то такое вот прямо из ряда вон выходящее. Вот. Почему она получила премию? Ответьте нам, Лею Ефимовну. Начать, наверное, надо с того, что такое вообще премия. Потому что очень многое, когда дается премия, зависит не от поэта, не от писателя, а от самих условий, от самой ситуации премии. Премия далеко не всегда дается достойным персонажам, достойным героям. Часто премия дается тому человеку, который никого не раздражает. Представьте себе, у нас три претендента. Есть претендент, который вызывает бурную ярость части членов жюри. Есть второй претендент, он вызывает бурную ярость другой части членов жюри. И есть еще один, и все согласились, что давайте дадим третьему, и тогда и первые, и вторые останутся довольными, потому что как бы их враги, их оппоненты не победили. Такое, к сожалению, бывает достаточно часто. Во-вторых, когда дается премия, то она дается человеку зачастую, который интересен сейчас. Мы никогда не узнаем, кто из наших современников будет классиком, кто из наших современников будет занимать первую строчку в литературной иерархии. Это просто невозможно. То есть нет ни одного такого гениального критика, который скажет, что через 50 лет этот человек останется в истории литературы. Наше мнение, оно всегда субъективно. И поэтому всегда будут недовольны, всегда будут те, кто будет говорить, что это всего лишь билетристика, стихотворная ли билетристика, прозаическая билетристика и так далее. Потому что мы все равно в плену нынешних наших представлений литературе. А гений, он всегда немножко убежал вперед. И что он сделал, будет ясно лет через 50. Может быть, иногда и больше. Поэтому мы должны учитывать эту ситуацию с премиями. А еще и ситуация с Нобелевской премией. У нас в России, кстати, тоже очень много скандалов. Мы всегда ожидаем, что премию получит такой-то, а премия получила совершенно другой. Недавняя премия Яснополянская, которая считается достаточно престижной, вызвал и результаты этой премии, вызвал бурное возмущение многих критиков. Ну и то же самое было, когда был «Русский букер», когда у нас «Нацбест» и так далее. Я помню, это было, по-моему, начало 10-х годов, премию, одну из престижных премий получил роман некой дамы, по-моему, откуда-то из Вологды. Лично я смогла прочитать только первую страницу ее романа. Он был написан жутким языком. «Цветочный крест». Да, что-то такое, жутким совершенно. «Стурславянским языком» все написано. А «Федрон», да, вот это все оттуда. Да, да, это все оттуда. «Калядина», «Калядина». И поэтому тут же скрестились копья по поводу результата. А критики, члены жюри говорили скромно, что они выбрали лучшее произведение, которое у них было. Поэтому у каждой премии свои проблемы, скажем так. А у Нобелевской вообще свои проблемы, потому что она считается самой престижной. И эти проблемы начались некоторое время тому назад, когда в 2018 году премия по литературе вообще не вручалась в связи с бурными скандалами, которые развернулись в связи с историей «Ми-Ту». И один из членов жюри, ее муж уже, по-моему, там, он за 70 лет был фотограф, он попался на этом самом «Ми-Ту» за то, что приставал к дамам за харассмент. Соответственно, некоторые члены жюри покинули жюри Нобелевской премии. И саму эту даму тоже пришлось отстранить. И тогда было решено, что в 2019 году дадут премию сразу за 2018 и за 2019 год. Поэтому с собой Нобелевской премией тоже связано множество скандалов, но что проблемы, им приходится лавировать, им приходится как-то поддерживать свою репутацию. И очень часто они выбирают такого персонажа для победителя, чтобы... Ну, тут разные ситуации. Или иногда оказаться в самой гуще событий социальных, ну, как, например, с Бобом Диланом было, да? Или, наоборот, выбрать такого персонажа, который далек от социальных проблем и поэтому, собственно, нейтрален. Мне кажется, что в этом году одна из причин, по которой выбрали именно нашу героиню, она состояла в том, что этот год, это год бурных социальных споров. И Black Lives Matter, и выступления во Франции, и чего только не было. И тут Нобелевский комитет вспомнил, что задача их премии обратиться к идеальным сторонам литературы, к той литературе, которая отражает идеальные стороны жизни. Это сформулировано в правилах. То, что вечное. И вот все ожидали от них, что они выберут такого персонажа, который является активным участником социальной жизни. Например, Маргарет Эдфуд, например. Или считалось... Мы никогда не узнаем, кто был номинантом. Вернее, узнаем, лет через 50, возможно, уже не мы. Дама, которая, по-моему, из Гондураса, родилась в Гондурасе, тоже как писательница, высказывающая претензии по отношению к Великобритании, как колониальной стране. Ну, и еще было несколько претендентов. И это были бы... Я даже слышал, что афроамериканцу какому-то, или афроамериканке. Да-да-да-да, тоже было положение. У них был этот конкурс, искали они. Вот. И, видимо, члены Нобелевского комитета решили, что в эти споры вмешиваться не надо. Нужно вспомнить вот эту мысль про то, что мы поддерживаем литературу, которая отражает идеальные стороны жизни. И стали искать в этой среде. Дальше, где искать? Ну, букмекеры, которые делали ставки через конторы, да, вот эти делали ставки, они все-таки предполагали, что почти подряд двум американцам не дадут премию. Именно поэтому, возможно, мы так все болели, вы сказали, топили за. Да, вот используем это выражение. Русская литературная тусовка топила за улицкую. Это правда. Но тут тоже вряд ли возможно, чтобы почти подряд двум русскоязычным писателям такого рода премию дали. Ну да, после Алексеевича. Конечно. И поэтому, я думаю, члены Нобелевского комитета обратили внимание на то, что называется университетская поэзия, университетская литература. Ну, она была, по-моему, номер 19 в этом. Шорт-листье прогнозов. Это прогнозы мы никогда... Опять же, что значит никогда? Через 50 лет узнаем, что было на самом деле. Наши прогнозы могли и совершенно не совпадать с результатом. И в продолжение, все-таки вернусь к мысли об университетской поэзии, мы должны понимать, что статус литературы у нас и в Америке как социального института есть такое наименование. Статус совершенно разный. Мы, несмотря на то, что у нас происходит, мы страна литературоцентричная. И поэтому социальные проблемы, социальные вопросы в современной литературе все равно для нас важны очень. А вот в Америке ситуация изменилась уже очень давно. И вот этот литературоцентризм 18 века, 19 века, он уже где-то с середины 20 века стал уходить. У нас все равно слово является самым важным. Мы через слово реализуем себя. Это уже уходящий тип культуры. Да, на смену приходит визуальная культура. Но все-таки традиции в России очень сильны. Мы позже, мы только где-то в 90-е годы 20 века стали чуть-чуть уходить от литературоцентризма. И то это происходит очень болезненно. Вы знаете, даже я согласен с вами, что мы очень многое ждем от российских поэтов и писателей. Мы на них возлагаем такую ношу, трибуну. Они должны что-то там высказываться по текущей повестке. Должны... И вот даже вот там выходит очередной роман Пелевина, допустим, или там Сорокина. Вот, понятно. Здесь должна быть обязательно сатира, обязательно что-то должно быть про текущий момент. Они хотят, не хотят, но они должны писать. Потому что этого ждет от них публика. Ну и, соответственно, уже в тотом другой эшелон, там Быков и та же Улицкая. Это уже там... Они просто уже в этом русле идут. И получается... А в Америке там больше все-таки пик истоком. Чистая поэзия, чистая литература. И, возможно, наверное, что про Глик, про Луизу Глик начали говорить так, что она, например, в Америке такая же, как Бродски. Можно их вот так вот сравнивать? В чем-то, наверное, да. Потому что... Не в Малере письма, а... Вот, опять же, в самом статусе. Потому что в Америке литератор — это не властитель дум. И вот очень многие живут в рамках университетской культуры. Очень многие поэты, писатели, они существуют в рамках вот своего университета. Преподают. Она, предположим, ведет поэтический семинар. И вот эта университетская литература, кампусная литература, это особая совершенно ниша. Замкнутый мирок. Замкнутый достаточно мир. Есть интеллигенция, которая это ценит, которая литературе говорит, которая выстраивает свою иерархию. И это отдельно. Интеллигенция в этом смысле, американская, это все равно не совсем то, что наша российская интеллигенция, все-таки не вмешивается так активно в социальную жизнь. Хотя взгляды университетской интеллигенции достаточно левые, они, в общем, на общество, конечно, все равно влияют. Но литература, она не выполняет такой миссии национальной, как у нас. Поэтому, наверное, и наши российские критики были так изумлены, потому что нам все время хочется, чтобы Нобелевский комитет избрал глашатая, трибуна, борца и так далее. А Нобелевский комитет вот решил поступить мудро и тихо. Показал всем фигу. Да. В этом году. В этом тревожном, вообще даже ненормальном в этом году, настолько он богат, такими всякими совершенно тублётными событиями. Неожиданными. Да. И вот, видно, решили они охладить. Вот, пожалуйста, вам чистый поэтец, который пишет о тем, о любви, о меланхолии. Она вот предельно очень... Вот я почитал её. Я, правда, читал русские переводы разного рода. Она всё-таки у нас издаётся достаточно давно в России, начиная с 90-х годов уже первые её переводы. Ну, очень редкие были переводы всё-таки. Да, ну там, в общем-то, но в сети они есть, их можно почитать, познакомиться с ними. И у меня сложилось достаточно такое отношение. Да, пишет Верлибром. Да, она достаточно, в общем-то, такая вот, тоже очень похожа на Бродского по меланхоличности, по такому аутизму, по такому внутреннему переживанию, по такому есть созерцательной. Есть такие, как у Бродского, тоже элементы, когда она обращается к древнегреческой мифологии, к древнегреческим сюжетам, которые Бродский тоже очень любил. И вот, в общем-то, ну такая, да, достаточно интересная, в общем-то, поэтесса. Но что мы тут говорим? Давайте два-три стихотворения для наших уважаемых теледрителей. А то получится как, вот, слышал я Каруза по телефону, вот, поёт ужасно, сосед мне по телефону это напел. Напел. Да, поэтому давайте послушаем в исполнении Ильи Ефимовны несколько стихотворных строк новоиспечённого нобелевского лауреата. Можно я всё равно сделаю небольшое вступление к этому чтению? Вот вы сказали о верлибре, и верлибр не очень характерен для современной русской поэзии. Верлибр — это так называемый свободный стих. Наверное, для кого-то из наших слушателей нужно это пояснить. И в верлибре, в отличие от традиционной нашей села ботанической системы, ямбы, хореи, дактиле и прочее, фибрахи, анаписты, нет такой чёткой системы чередования ударных безударных слогов, к чему мы привыкли. Мы привыкли считать это стихами. И верлибр, в общем, свободен от рифмы, потому что для нас до сих пор именно рифма — тоже показатель стиха. Дело в том, что количество рифм в европейских языках, в общем, уже закончилось. Рифмы существуют очень давно в европейской поэзии, и они закончились, потому что стихотворений было много, и рифмы теперь уже все не новые. Избиты, кровь морковь. Избиты, да-да-да. Потому что поэзия, она должна открыть в условии что-то новое. А если у нас рифмы, к которым мы привыкли, то они этого нового не дают, они как бы заслоняют от нас то новое слово, с которым пришёл поэт. И поэтому уже очень давно, ну, даже, пожалуй, с начала XX века мы можем говорить, что в европейской и американской поэзии рифмы, вот эта чёткая сила ботоника начинают уходить, и модным становится верлибр. Для нас это нечто странное. Очень многие читатели, обычные читатели, не литератроведы, когда сталкиваются с верлибром, они говорят, что, ну, вообще, это не стихотворения, какие же это стихи. Ну, мы же воспитаны на Пушкине, я памятник себе воздвиг, не руководный. Конечно, многие на Осадове, а не только на Пушкине. А там у Осадова ещё более правильный ритм и ещё более традиционные рифмы, например. Поэтому верлибр кажется странным, он кажется необычным. Ну, я вот представляю, какая-нибудь бабушка смотрит, и вот там какой-то поэт начинает белым стихом, то есть без рифм, без всего, и она думает, ну, что-то как-то он обманывает на стихе. Не поэт, за что он дали? Не поэт, он нас надувает. Конечно. Поэтому сейчас многие стиховеды говорят о том, что поэзия – это то, что написано в столбик. Вот проза написана вот так вот, строчками, переходящими одна в другую, а поэзия – это то, что написано вот так вот в столбик. И что создаёт эту поэзию? У нас только деление на строки. В конце строки есть некая пауза, которая отделяет строчку одно от другой, и создаётся ритм. Кроме того, ритм создаётся очень сложными интонациями внутри текста, ударениями, перетеканиями этого ритма и так далее. Поэтому мы должны понимать, это не тот стих, не та структура стиха, к которой мы привыкли. То есть для российского читателя или слушателя это очень необычно. Ещё раз повторю, очень многие скажут, ну какие же это стихи, да? Нас обманывают. Нас обманывают. Дали дилетанту стихи писать не умные. Я сам таких стихов напишу в огонь. Это первое. Во-вторых, мы сталкиваемся всё-таки с переводом. Перевод – это всегда переложение. Поэтому иностранцам, например, нашего Пушкина практически не понять. Есть переводы хорошие на английский язык. Набоков переводил Евгения Онегина. Есть хорошие переводы, я знаю, на итальянский язык. Но всё равно, вот этот ритм, сила бы тонику пушкинскую, опять же, рифмы, лёгкость языка, при глубине смысла и так далее, всё это очень сложно передать на другом языке. И поэтому, естественно, и стихотворение, написанное на английском языке, перевести адекватно на русский язык тоже невозможно. Нам придётся поверить тем, кто читает эти стихотворения на английском. Ну, может, Верлибур проще переводить? Всё-таки как, почти как подстрочник получается. Я читала интервью с переводчиком, который был одним из первых переводчиков нашей героини. И он впервые прочитал её стихотворение в сборнике лучших американских стихотворений за год. Есть такие издания. У нас сейчас тоже такие появились. Лучшие стихотворения такого-то года. Но сначала они появились в Америке. Это большое признание, попасть в такого рода сборник. И это способ познакомиться с разными поэтами, ну, относительно широкой публики. И переводчик говорил о том, что стихотворения Глик, они очень простые, казалось бы. То есть она абсолютно снижает пафос. Мы ведь тоже привыкли, что поэзия, я помню чудное мгновение и так далее. Вот поэзия поднимает ввысь. И хорошая поэзия, и плохая поэзия, она тем более пишется таким высоким, пафосным стилем, языком. А здесь язык очень простой. И когда он переводил, вот очень интересное воспоминание, у него был редактор. У каждого переводчика есть редактор. Это хорошо. У каждого создателя текста есть свой редактор. И редактор ему всё время говорил, «Снись, пафос, проще, убери». То есть даже переводчик, который понимает, что он делает, и пишет очень просто, его всё равно тянет к тому, что у нас в России называется поэтическим языком, возвышенным, противопоставленным прозе жизни. Опять-таки народ привык. Если говорить простые вещи, он будет говорить. Опять обманывают. Опять не стихи. Где же у нас высокая поэзия? Поэт – это высокая. Поэзия, она высокая. Низкой не может быть. Конечно, тьмы низких истин нам дороже, нас возвышающий обман. То есть поэзия должна возвышать и давать этот обман, эту иллюзию красоты, чего-то, чего нет повседневной жизни. А вот опять же, и в европейской, американской поэзии, это я всё предваряю чтение стихотворений, потому что иначе всё будет очень странно, уже достаточно давно проза жизни, повседневность жизни становятся материалом для стиха. Не вот этот высокий пафос, а ежедневное, прозаическое, обед с родственниками, прогулка по городу, встреча, когда ещё были трамваи, в трамвае, встреча со старым другом, просто посмотрел в окно, и так далее. Что увижу, то пишу. Ну, в какой-то мере, да, это не совсем окын. Окынские традиции. Это вот как раз то, за что дали премию, то есть умение увидеть через повседневное, вечное. И такая поэзия уже много десятилетий развивается, многие повседневные стороны жизни уже вошли в поэзию осмысленной. Дело в том, что каждый этап в развитии искусства всегда стремится к тому, что он называет реализмом. Правда, Луиза Глик сказала, что она не знает, что такое реализм, но это то, когда поэт и писатель сам о себе говорит, мы доверяем, но, тем не менее, не всегда соглашаемся. Но так или иначе, каждое направление в искусстве, каждый этап развития искусства, это всегда открытие каких-то новых сторон жизни, которые в поэзию могут войти. Вот когда-то, например, ну, просто прогулка в лесу вряд ли бы стала предметом изображения поэзии и вообще, так сказать, предметом переживания в поэзии. И природа не была тем чувством, которое в поэзии могло отразиться. Или, ну, когда появился Некрасов, так называемая гражданская поэзия, это тоже было новое, потому что считалось, что гражданские чувства, они не могут войти в поэзию, это неинтересно. Чехову сделали ряд упреков, и тут поэты и писатели идут вместе, что он изображает прозу жизни и какие-то грязные ее стороны, на что он сказал, что все стороны жизни могут войти в поэзию. Я бы даже, кстати, возводила поэзию нашей героини не к Бродскому, а вообще бы началась Чехова. Потому что очень много Чеховского, что бы они, сами поэты не говорили, и Бродский тоже, очень многое в Чехове не принимал, а в нем самом Чеховского было много. Это ощущение прозы жизни, сквозь которую просвечивалось что-то другое, и открытие, что все стороны жизни самые разные могут войти в литературу. И вот это не то, чтобы Ак-Ин, который что вижу, то пою. Это представление о том, что разные, самые новые стороны жизни, которые раньше не считались поэтическими, становятся поводом для поэтического переживания. Вот на песчинке нажал, видеть пылинки дальних стран. Вот, и поэтому казалось бы, что это не стихи, что это больше в чем-то проза, но проза только, если она записана в столбик и читается с определенным ритмом, вот эта проза становится поэзией. Поэтому вот и многим читателям, неискушенным, может показаться, что это не совсем стихи. И читать их поэтому очень сложно. То есть для этого нужно быть читателем подготовленным. Вот поэтому это университетская поэзия. Это свой определенный университетский круг людей подготовленных, знающих, разбирающихся и привыкших вот к такому новому поэтическому языку. Верлибру, да. У нас в начале 20 века был бурный расцвет, серебряный век поэзии, и действительно был всплеск Верлибра. Даже вот некоторые стихи Блока, они написаны этим белым стихом. Потом опять пришла революция, и опять пошло-поехало. Мы говорим Ленин, подразумеваем партию. То есть стих, ритм, размер. Ну да, массовая поэзия должна быть. Потом пошел Осадов, потом уже Евтушенко. Хотя хороший Верлибра тоже был, но он был, конечно, непопулярен, и был на задворках наших. Да, он был на задворках. Поэтому, уважаемые телезрители, сейчас вот прозвучат стихи. Вот мы вот так долго-долго говорили, вас готовили, чтобы не было какого-то отторжения и не было обмана. Ли Ефимовна, прочитайте, пожалуйста, нам. Итак, я попробую. Если у вас холодное сердце, вы живете так, как живу я, стелясь по камням, в тени громадных клёнов. Солнце едва касается меня, ранней весной на восходе далекое, затем появляются листья и заслоняют его. Я ощущаю, как оно поблескивает сквозь них, рассеяно, словно некто, постукивающий ложечкой по бокалу. Живущим нужен свет, но не в равной мере некоторые из нас излучают свой собственный серебристый лист, словно нехоженная тропа, озеро серебра во тьме под нависающими клёнами. Но вы знаете это, вы и другие, кто думает, что живут ради истины, любите всё холодное. Вот такое стихотворение. Очень такое прозрачное и меланхоличное. Да. И оно такое трагичное, но без фатализма. Вот американская такая массовая поэзия, скажем так, которая проявляется через песни, через рок, через какие-то другие направления, она более фаталистична. Ну и такое молодёжное, фаталистическое отношение к жизни. Здесь скорее... Отстранённо спокойно. Да, отстранённо спокойно. Такое уже воспитанное, сформированное возрастом, жизненным опытом, пониманием неизбежности движения времени. В какой-то мере, я бы сказала, филологический взгляд на жизнь, потому что, конечно, филологическое чтение, оно здесь тоже проявляется. Ещё. Ещё. Ну вот ещё одно стихотворение, называется «Безликое». «Несчастье мира окружает нас с обеих сторон. Аллея тянется между деревьев. Мы случайные спутники. Молча идём погружённые в свои мысли. За деревьями железные ворота особняков, за закрытыми ставнями отчего-то покинутые заброшенные комнаты, как будто художник должен создать надежду. Но из чего? Из чего?» Красиво. Особенно мы случайные спутники, какая-то дорога, какая-то даже заброшенность есть в этом стихотворении. Критики, которые пишут про Луизу Глик, Глюк, они говорят, вот, друзья мои, типичный образец женской поэзии, поэтесса женской, то есть, типичный женский взгляд, фемина. Согласны вы с такой оценкой? Нет, я думаю, что он не то, чтобы называется женским взглядом. Может быть, потому что нам кажется, что женская поэзия – это поэзия про любовь, про детей, про страсти, про мужчин и так далее. Но, опять же, если мы вспомним современную литературу, и девочкам очень нравится то, что у нас там называется Ахастахова, да, такая есть? Да, да, да. С чисто филологическим, антропологическим интересом. Я как-то однажды ее прочитала. Но к поэзии это, конечно, имеет мало отношения, но девочкам очень нравится. Вот это так называемая массовая авторка. Такая действительно женская поэзия. Да, попса. Но мне кажется, что, например, в чем-то и Дида Рубина, и нашей прозаики Виктория Токарева, и даже Улицкая, они действительно женские авторы. Но есть такая литература, есть такое искусство, которое создается женщинами, но это не вот такой типичный женский взгляд. Ну, Софья Губайдулина, например. Она просто композитор, не композитор-ка. И так далее. Она просто композитор. Ну, да, ее слушаешь, и нету, если ты не знаком с ее творчеством, то ощущение, что мужчины, женщины, там нету за ее музыкой. Да. Не улавливается. То есть это вот некая высшая литература. Честно говоря, вопреки всем современным спорам и разговорам, я сторонница того, что есть просто искусство, и неважно, оно мужское или женское. То есть высшее искусство, оно просто искусство. А там вот дальше пониже, да, пусть оно делится на женское, мужское, какое угодно. Вот не случайно иногда говорят о вторичности ее творчества. Оно не вторичное, оно просто в русле определенной традиции. И традиция эта началась очень давно. И она скорее не в русле того направления, которое сейчас модное, постмодернизм, создается ее стихотворение. Она продолжает традиции модернизма, возникшего как раз в начале 20 века. И одним из ее предшественников, на мой взгляд, является Роберт Фрост, один из известнейших американских поэтов. И если мы прочитаем какое-либо его стихотворение и стихотворение Луизы Глик, то мы не почувствуем гендерной разницы. Поэтому я бы не согласилась с этим утверждением. То есть подобные такие утверждения, это просто идут, наверное, скорее всего, от незнания ее творчества, от того, что человек глубоко не погружался в ее, в корпус ее стихов. Ну, от моды вообще сейчас все связано с феминизмом, очень популярно. Вот я просто подобрала стихотворение Роберта Фроста, чтобы мы могли сопоставить с этой традицией. Стихотворение последнее, которое я прочитала лирическая героиня «Идет по дороге», вот стихотворение Фроста, называется «Другая дорога». «Скрещение тропинок в осеннем лесу. Когда бы раздвоился, я выбрал бы обе. А так, словно держишь судьбу на весу, стоишь и глядишь сквозь сухую листву на ту, что теряется в темной чащобе. Я выбрал другую. Она посветлее, и мне показалось еще нелюдимей, приятней на вид, и трава зеленей. Хотя для того, кто проходит по ней, отличия вряд ли уже различимы. Их, если и были, укрыл листопад. Еще не примял его грубый ботинок. О, если бы снова вернуться назад, но вряд ли решусь на сердечный разлад, назов и соблазны бегущих тропинок. Со вздохом припомню годы спустя, как чаша весов в равновесии застыла. Тропинки скрестились в лесу, и я пошел по заброшенной. Может быть, зря. Но это все прочее определило». Очень похоже. Да. Это вот продолжение вот этой традиции. И, ну, я честно признаюсь, что мне кажется, что в искусстве, конечно, ценнее всего то, что называется новое слово. Когда-то Достоевский сказал, что каждый писатель, каждый поэт приходит в искусство со своим новым словом. Вот у Роберта Фроста это было практически впервые. Это было новое слово. Дальше... Мистер Нодден, наверное, тоже. Да. Пошла вот эта традиция. И наша героиня пишет хорошо. Правда, хорошо. Но все-таки это продолжение определенных уже открытий в поэзии. Талантливое очень продолжение. И не могу сказать, что это... Нет, это не обесценивает ее поэзию. Но просто мы должны понимать, что это не ее открытие. Ну, опять-таки, давайте посмотрим. Она коренная, коренная жительница Нью-Йорка. Она вот в это выросла в академической университетской среде. Это вот колумбийский университет, это ельский университет, где она там преподает ель. Непонятно, что уж тут уже... Ее действительно окружает вот такая достаточно рафинированная, интеллигентная университетская публика. Она пишет эссе. Очень довольна. Кстати, эта публика и создает определенную репутацию, потому что именно они способствуют ее популярности. Из этой же среды выходят критики, которые пишут статьи о ней и так далее. И то есть она... Ее среди американских поэтов можно выделить как продолжателя традиции. Действительно, первый сборник 68-го года. У нас многие телезрители даже и не родились, я так полагаю, еще тогда, когда она написала первый клое сборник. И сборники идут, и она пишет, она плодовитая, она не останавливается, в ее творчестве нету каких-то длительных перерывов, когда там начинала искать себя и пыталась сменить направление. То есть достать ее ранние стихи, они очень похожи на ее поздние стихи. Да, конечно, там времена накладывают какие-то вариации, то есть нельзя назвать ее оторванной совсем от текущих реалий. Все равно что-то такое проскальзивает достаточно там в отношении текущего момента. Но чистая поэзия, вневременная. Ну, я сама, например, как читатель, чувствую, что я все равно в русле другой традиции. Потому что мы привыкли к тому, что литература рождается не столько из самой литературы, как в данном случае из древнегреческих мифов, из американской традиции, из предыдущих поэтов. Она рождается из жизни. Помните, как Ахматова-Пробродского сказала, какую биографию делает этому рыжему? То есть нам все время хочется, чтобы поэзия рождалась из некого разнообразного совершенно опыта. И вот один из моих любимых героев литературных, Лев Толстой, он очень хорошо знал, что вот есть период творчества, есть период накопления проживания жизни, накопления жизненного опыта. И у него была то война, то увлечение сельским хозяйством, то черных свиней разводил, то ударился в религию, то участвовал в переписи. То есть было накопление некого внешнего жизненного опыта, которое потом переплавлялось в произведение. И мы привыкли к этому. И нам хочется, вот мне, например, сейчас хочется, я когда беру какой-то новый текст, я все время как бы спрашиваю, а что ты интересного мне о жизни скажешь? Где ты был? Чем твой жизненный опыт богаче моего? Настолько, что я должна тебя читать? Вот в данном случае это такая поэзия, которая рождается из внутреннего жизненного опыта. Она вполне имеет право на существование. Она не из проживания разных сфер жизни. Ты был там, там, ты видел то, то, то. С тем же Толстым он прожил такую жизнь, что мы доверяем его авторитету и смиряемся перед этим авторитетом. В данном случае жизнь прошла такая же жизнь университетского профессора, как у многих из нас в нашем университете. И многие, кстати, пишут стихи у нас, и, кстати, тоже талантливое стихотворение пишут. Многие представители нашей университетской профессуры. Это тот опыт, который нам всем свойственен, и в то же время вот то, что он наш общий. Ну, мне бы хотелось, например, чтобы литература мой жизненный опыт расширяла. Поэтому у меня сложное отношение к этой лирике, к этим стихотворениям. Я, безусловно, могу оценить их талантливость, но вот именно то, что они находятся в рамках определенной традиции, меня немножко смущает. Они великолепно написаны. И вот язык их, и образность, действительно все замечательно. То есть она первая среди равных продолжительница Роберта Фроста традиции. Модернизма вообще в целом. Модернизм, вот этот американский, на соответствии с американской этой почвой. И вот наши вот есть поэты, поэтессы, кто похож на нее? Есть целый ряд поэтов, очень разных, и поэтов, которые тоже рождают, стихотворения, которых рождаются, из вот этого внутреннего, зачитаю, трагического переживания. Целый ряд. И, кроме того, я бы еще сказала, что традиция университетской литературы сейчас у нас в России тоже стала очень бурно развиваться. Не только в поэзии, но даже, я бы сказала, больше в прозе. Среди моих знакомых литературоведов очень многие пишут. Пишут очень хорошо. И, ну, например, достаточно известный роман, который получил Букер и десятилетия «Ложиться мгла на старой ступени». Это роман Александра Павловича Чудакова, тоже чеховеда, и поэтому мы были хорошо знакомы. Еще один чеховед, Андрей Дмитриевич Степанов, хороший писатель из Санкт-Петербургского университета, в Московском университете Олег Клинк, который пишет романы. Андреев Ствацуров тоже в Санкт-Петербургском университете. То есть стала появляться вот именно университетская литература. Она построена на традициях. Авторы очень хорошо пишут, потому что они филологи и литературоведы. Это определенные сферы жизни, которые находят здесь свое отражение. Наверное, просто должна быть разная литература. Для каждого читателя своя в какой-то мере. То есть кто-то, как я, живущий в университете, я ищу какого-то другого жизненного опыта. Для кого-то очень важна будет вот такая университетская, иначе говоря, кампусная литература. То есть такая камерная литература будет жить, будет развиваться у нас в России. И тоже, может быть, мы дождемся, когда у нас поэты или поэтессы подобного плана, когда опять все устанут от этих... Бурных событий. Бурных событий. И обратятся, скажем, какая-то хоть стабильность, хоть какая-то вечность, что-то такое есть, и они, наверное, могут действительно избрать нашего. Да, вот это ощущение трагичности жизни, но не безысходности, вечного движения времени, то, что каждое событие в это вписано и так далее. У нас по-своему похожий поэт был в XIX веке, это Фет. И современники тоже над ним смеялись, не признавали... У него не было надрыва, не было. Но надрыва не было. Но, тем не менее, такая меланхоличность бытия и ощущение кратковременности, красоты, оно тоже, конечно, было. Но вот просто один момент я вспомню сейчас. Я не напрямую провожу в параллели. Достоевский сказал о том, что представьте себе Лиссабон времени страшного лиссабонского землетрясения. Может быть, кто-то из наших зрителей знает об этом. Было страшное лиссабонское землетрясение, после которого... И, по-моему, это событие пришлось на воскресенье или на какой-то религиозный праздник. В церквях горели свечи. Поэтому сразу же после этого начались жуткие пожары. А землетрясение вызвало цунами. Вот немногие спасшиеся жители Лиссабона, они бросились на набережную от этих пожаров, и тут страшное цунами. Там выжило, по-моему, 2-3% населения Лиссабона. И вот Достоевский говорит, представьте себе, что остались вот эти единицы, они все в ужасе, в панике, погибли и близки. И приходит поэт и говорит, я сейчас прочитаю вам свои стихи. Лиссабонцы любят этого поэта и ждут, что он сейчас расскажет о том, что они переживают и что они чувствуют. А поэт встает на какой-то камень, поднимается и говорит, шепот, робкое дыхание, трели соловья, серебро и колыхание сонного ручья. Что сделает Достоевский, говорит, с этим поэтом Лиссабонц? Они его растерзают. Но через лет 50-100 поставят ему памятник. Вот с такой поэзией всегда, то, с чего мы начали разговор, такая проблема, современники ждут реакции на свои социальные проблемы. Но лет через 150, когда поэт и социальные вопросы разойдутся во времени, они начнут ценить этого поэта больше. Как вы говорите, через 50 лет будет большой гамбургский счет. Станет ясно, кто получил заслуженно, кто не заслуженно. По Луизе Глик, я, например, прогнозирую, что все-таки ее будут помнить, ее будут читать, поскольку, извините, но она 40, наград собрала в той же самой Америке, причем в самых престижных, то есть она уже была обласкана. Это не какой-то неизвестный поэт, которого взяли, выдернули, на поверхность подняли, Нобелевскую премию вручили, и все судорожно смотрят на него. Ох, где же мы были? Она там 68-го года, это сколько лет получается? Больше 50. Больше 50 лет она пишет, 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 и это получает то немаловажное признание. То есть я список ее награды тоже смотрел. Это не награды последнего времени. Как начала писать, так уже. И там получилось у нее достаточно ровный такой творческий путь и ровное признание. И вот она к 77 годам подошла, и уже вершина всего, что может мечтать, о чем может мечтать поэт, Нобелевская премия по литературе. Поэтому достаточно оптимистично смотрю на то, как ее будут читать через 50 лет. Как ее будут читать через 50 лет, все-таки консервативная, университетская, лирика, камерная, меланхоличная, обращенная в себя, немножко такого аутистского. Да, конечно. Ну, собственно, и представители вот этой университетской культуры, да, они носители и такого высокого трагизма, и ощущения вписанности жизни во время, конечно. Еще, конечно, нужно представить себе жизнь небольшого университетского города, достаточно уединенного. У нас ведь представление об Америке, как исчезди ада и вместе разврата. Совершенно другая, провинциальная, уединенная, очень правильная, на самом деле, жизнь в этих провинциальных университетских городках. Зеленые кампусы, и поэтессы, и поэты, бродящие по этим кампусам, совершающие... Сочиняющие стихи. Сочиняющие очередного, там, воробья, и хотящие, хотящие, вернее, желающие написать о нем. Вот какой-нибудь такой интересный, в общем-то, стих. Может быть, еще одно. Все-таки мало стихов продвучало. Ну, вот я процитирую еще одну ее фразу. Писательство — это своего рода месть обстоятельствам. Невезение, потеря, боль, если ты что-то из них сотворишь, значит, эти события тебя не победили. Ну, это тоже очень понятное ощущение и представление о том, что литература — то, что помогает пережить ту внутреннюю боль, которая в тебе есть. И вот ее сборник, изданный в России, по-моему, в 12-м году назывался «Дикий ирис». И вот как раз стихотворение, которое так и называется «Дикий ирис». И вот после всех мучений открылся выход. И вы снаружи. То, что зовется смертью, помню. Шум опахало сосны надо мной. И все. Тусклое солнце блеснуло в просвет. Уже сознание, оказавшегося во тьме земли. И вдруг все прошло. Этот страх столь бессловесной душой исчез. Земля слегка просела. А я приняла их за птиц, мелькнувших в ветвях. Вам, позабывшим свой возврат из иного мира, я говорю вновь обретенное речью. Все возвращается из-за бытия, чтобы обрести голос. Из моего средоточия вырвался огромный фонтан. Темно-голубые тени на лазурной морской глади. Это самое ее известное стихотворение. И если даже вызывает какую-то дрожь, это все-таки ощущение погружения в смерть и выхода из смерти. такой мотив Таноса, приближение Таноса и отдаление очень такие. Наверное, есть люди, которые обладают этим опытом и они в этих строчках действительно увидят что-то свое. Но хочу сказать, это самое ее известное стихотворение «Дикий рис». И уважаемые телезрители, вот такая вот она наша Луиза Глюк, Луиза Глик, называйте как хотите, но это свежеиспеченный, новоиспеченный или там свежеизбранный лауреат Нобелевской премии по литературе этого года, о котором нам так сегодня хорошо рассказала Лия Ефимовна Бушканец, профессор, доктор филологических наук Института международных отношений Казанского Федерального Университета и был я с вами, ваш покорный слуга, Бигбов Альберт, журналист Казанского Федерального Университета.